Девушки отдыхают Делай как я и многое другое Мы расскажем вам то, о чем другие промолчали, во что невозможно поверить Но тем не менее, все это произошло на самом деле А участники и герои этих событий живут рядом с нами Который день не утихают споры вокруг очередной лондонской недели мужской моды? Что это было на самом деле? Действительно ли показ мод или состязание дизайнеров в сумасшествии? Например, в публике были представлены невероятные дощатые модели с деревянными элементами В таком костюме хорошо отпустить мужа на мальчишник или футбол Чтобы придя под утро к гулянке, мог бы наглядно продемонстрировать свое состояние Дорогая, я в дровах Также взыскательному зрителю представили огромные трикотажные джемперы И варежки в комплекте с высокими шапками Как я вижу, на некоторых свитерах красовались надписи Пожалуйста, убей меня Подозреваю, это можно считать визуализацией мыслей моделей И как апофеоз по-настоящему унижения моделей Стало дефиле в вычурных шортах, кожаных платьях и длинных до колен сапогах с оборками Как говорится, без комментариев Каково же состояние мужчин, увидевших, какие наряды предлагают им британские модельеры Думаю, для поднятия духа им обязательно надо посмотреть наш следующий сюжет Кимоно, кокетливая челка, холодный стальной взгляд и лицо, не выражающее никаких эмоций Он словно сошел со страниц комиксов или вышел из фильмов Акиры Курасава и Такеши Китана Повествующих о геройских приключениях самураев Исао Мачи, современный японский самурай, мечтающий о подвигах Но нет места для подвига в современной Японии Откуда ему взяться в стране бездушных роботов и бесчувственных компьютеров И странствует самурай по планете, удивляя мир своей реакцией и скоростью Разрубить катаны и бейсбольный мяч не самый сложный трюк из арсенала Исао Этот парень способен исполнить такие трюки, которые можно увидеть лишь в кино Причем в кинолентах эти трюки нередко графически доработаны на компьютере Он, если хотите, разрубит даже букашку, сидящую на волоске вашей шевелюры И что вы скажете насчет того, чтобы разрубить самурайским мечом пулю, выпущенную из пистолета? Миф, а вот и нет Это суровая реальность самурайской жизни Как видите, разрубить мечом пулю вовсе не киношный трюк, а реальность Пуля хоть и пластиковая, но скорость ее полета 300 км в час К слову, как выстрел из пистолета Макарова Не пытайтесь повторить подобное Во-первых, это опасно Во-вторых, вы попросту все равно не увидите пулю Как говорит Исао, он прежде всего ориентируется на звук самого выстрела и летящей пули Да и свои способности он оттачивает с пяти лет Одним словом, нам остается лишь смотреть, открыв рот и молча восхищаться такой реакцией Смелость и отвага, пожалуй, одни из главных мужских достоинств Однако еще крайне важно и наличие ума Ведь отсутствие этого может свести на нет и смелость, и отвагу, и многие другие положительные качества современного мужчины С распростертыми объятиями бросился в клетку амурского тигра 25-летний Дэвид Вилобос Однако тигр не разделил человеческого энтузиазма Переломы правого плеча, ребер, лодыжки, костей таза, прокушенная легкая и многочисленные укусы Такой диагноз поставили медики чудом спасенному смотрителями зоопарка Дэвиду Которому в придачу ко всем этим бедам грозит еще и длительное тюремное заключение за злостное хулиганство Тем не менее, он искренне рад тому, что ему все-таки удалось оказаться наедине с тигром Чтобы ощутить с ним духовную связь и испытать естественный страх А также погладить животное Вы все равно не поймете Заявил он следователю, не признавая своей вины И все же большинство отчаянных и безумных поступков мужчины совершают ради женщин Добрых, нежных, ласковых и, конечно, красивых Хотя женская красота в современном мире понятие весьма и весьма относительное В зависимости от состояния нервной системы Беглый взгляд на 39-летнюю американку Микель Руфинели вызывает восторг или ужас Однозначно, дама с бедрами, напоминающими корму искадренного миноносца, не может остаться незамеченной Ведь в ширину красотка Микель гораздо больше, чем в высоту При росте метр шестьдесят шесть объем ее бедер составляет, вы только задумайтесь, два с половиной метра Я думаю, это из-за беременности Я не знаю, насколько еще поправлюсь, поскольку много ем Да уж, имеется такой грех Женщина убеждена, природа с определенной целью одарила ее именно такой соблазнительной фигурой в виде песочных часов Когда ее метровая талия по сравнению с бедрами кажется просто осиной Ведь у этой дамы нет отбоя от кавалеров, которыми движет либо любопытство, либо страсть ко всему большому Мужчины не любят худощавых девушек, их сердца тяготят к пышкам При этом сама Руфинели второй раз замужем Ее избранник – сорокалетний программист Их любовь длится больше десяти лет и была, как сами они говорят, с первого взгляда И сегодня мисс Руфинели – счастливая мать четверых детей Давайте поднимем маму на раз, два, три Микель далеко не всегда была такой пышечкой В подростковом возрасте она весила всего 56 килограмм и выглядела очень спортивно Хотя большие бедра, как сама говорит, семейная черта А это моя красавица мама Вот от кого мне достались мои богатые формы При этом Микель нисколько не стесняется своих форм А наоборот эксплуатирует свой образ, работая фотомоделью И каждая ее фотосессия оценивается суммой в тысячу долларов Ничего, что в самолете приходится усаживаться сразу на двух креслах Уже не говоря о поездках на автомобиле И дома использовать только специальный усиленный стул И с трудом проходить дверной проем Ведь несмотря на все эти, казалось бы, очевидные минусы Она очень гордится своей фигурой Воистину, не родись красивой, а родись счастливой Вы смотрите разные новости на телеканале РАЗ-ТВ И сейчас коротко о забавном, значительном и неординарном Эту уборщицу зовут Ю Ю Жен Правда, есть одно но Госпожа Ю самая настоящая миллионерша Сделавшая свое состояние в сфере недвижимости Однако последние полтора десятка лет Она каждый день работает уличной уборщицей Чтобы продемонстрировать своим детям Необходимость тяжелого труда в жизни каждого человека Даже если он обеспечен до конца своих дней Студентка Роги Лейк создала шкалу пошлости юбки Сделав пометки на своей ноге и ягодицах Самая низкая точка шкалы размещена на косточке ноги Чем короче юбка, тем с большей вероятностью Окружающие сочтут женщину претенциозной и провокационной И, наконец, когда из-под нее станут выглядывать ягодицы Согласно шкале пошлости Так одетую девушку следует воспринимать как Женщину легкого поведения Взглянуть на наш мир в отражении мыльных пузырей Предлагает фотограф Ричард Хиггс Эти удивительные фотографии Получаются после нескольких сотен неудачных снимков И долгих часов работы терпеливого автора Но зато какой результат Добра в опасной стойке и раскрытым капюшоном Украшает якутский поселок Уопа На сооружение двухметрового изваяния местному жителю Михаилу Бапосову Понадобилось более трехсот килограммов навоза Японский остров Окунашима полон милых кроликов Вряд ли где-то в мире можно кормить с рук Десятки и сотни этих пушистых созданий Которые совершенно не боятся людей И даже рады приветствовать их в своем райском уголке А ведь в период с 1929 по 1945 год На острове находились заводские мощности Императорской армии Японии По производству пяти видов боевых отравляющих веществ Вы смотрели разные новости на телеканале РАЗ-ТВ Из сегодняшней программы вы узнали Что предлагают мужчинам британские дизайнеры на сезон 2013 Чем знаменит современный самурай Исао Мачи Что сделал американец Дэвид Виллабос Для того, чтобы ощутить духовную связь с дикой природой Чем знаменита американка Никель Руффинелли Мы прощаемся с вами и напоминаем Что разные новости будут в эфире Покуда хоть одному человеку интересно жить на белом свете До встречи!